Привет! На связи Металмама Францова Женя, основатель первой лицензированной школы Экстрим и рок-вокала Рок-вокс! В этом видео я расскажу про твэнг или тванг, его называют по-разному, но суть одна – это вокальное качество, повышенность звонкости! Let's make music great power again! Поехали! Я там забыла сказать, что типа, что такое твэнг, для чего он нужен, как его применять в контексте чистого, но экстремального вокала. Об этом будет видео. Начнем с трех важных принципов, которые я несу сквозь всю свою методику. Первый принцип – безопасность, и второй – сюда же, от простого к сложному. Мы в рок-вокс за безопасное звукоизвлечение. То есть, никто не будет ставить тебя вот так перед собой и говорить «ори». Просто «ори», ты умеешь орать. Нет, мы пойдем поэтапно. И вот это от простого к сложному у каждого свое. И поэтому очень важно вести нежно за ручку, не вот так «ори», а вот так нежно за ручку и говорить «ага, вот этот шаг у тебя получается легче вот этого, давай начнем с него». И по накатанной. Ну и насчет вот этого типа «встань и ори», даже если ты встанешь и заорешь, у тебя получится. Например, насколько это стабильная история, а сможешь ли ты это повторить через какое-то время, да даже вот прямо сейчас, вот прямо после этого звука, который получился. И если не получилось, а получилось дискомфортно, то какие это дивиденды принесет твоему голосу в будущем? Ну, вообще никаких гарантий, что будет все классно. Поэтому важно все изучать структурированно, поэтапно и делать это безопасно для своего голоса. Третий принцип – эстетика. Все должно быть к месту и всему свое время. Я постоянно говорю своим ученикам о том, что важно формировать свое видение, вокальное мировоззрение, формировать свой вкус. Ну и также говорю о важности индивидуального звучания каждого голоса. Но вот здесь такая тема немножко спорная, потому что бывают такие запросы, типа «я хочу звучать как кто-то». Если раньше я так реагировала, типа «нет, мы должны раскрыть только твой потенциал, ты должен звучать только как ты». Ведь все мы такие разные, такие уникальные. Но со временем я поняла, что ну окей, если человек так хочет, если ему нужно на данном этапе жизни, ведь все же может вообще поменяться в одну секунду, то ок. Мы ни в коем случае не осуждаем, не унижаем никого за то, что он не хочет раскрывать именно свой потенциал. Потому что, классная мысль сейчас будет, на мой взгляд, если мы даже делаем каверы и копируем кого-то, мы можем найти себя в этом. И мы можем найти свое звучание, свой тембр, конечно же, благодаря Твенгу в том числе. Мы применяем разные конфигурации, разные настройки голоса, чтобы найти что-то свое, какую-то свою фишку обнаружить. Ну и опять же, как мы обнаружим свои фишки, если мы не перебрали кучу чужих фишек, правильно? Ну и, конечно, мы применяем различные конфигурации, настройки, там, работу, структур, исходя из той цели, которую мы хотим получить в итоге, исходя из того результата, к которому мы хотим прийти. Ну то есть, в контексте данного видео, если ты хочешь, чтобы твой голос звучал, как у народных певцов, или кантри-певцов, то, естественно, используешь больше Твенга в своем голосе. Если же ты хочешь звучать, ну, например, как Билли Айлиш, или иные исполнители, которые не делают свой голос звонким, то, естественно, ты выбираешь другие настройки. Поговорим о том, что у нас отвечает за Твенг, какие структуры голосового аппарата. Но тут мнения разделяются. Раньше в традиционной вокальной школе говорили о резонаторах, о маске, что вот здесь все должно звенеть, чтобы Твенг получился. Ну, тогда еще вообще Твенга не было, тогда просто было пение в резонатор и в маску. Со временем в нашу жизнь пришли научные методы, в том числе Estill Voice, в котором говорят про СЧН, сфинктер черпала над гортаной. Ну, кстати говоря, про СЧН было еще ранее сказано, еще в 1865 году, но это можете погуглить, об этом сейчас я не буду рассказывать. СЧН, он же сфинктер черпала над гортаной, он же преддверие гортани, сокращаясь, дает звонкость нашему голосу. Частоты от 2 до 4 кГц, то есть высокую певческую форманту, мы получаем благодаря этому сокращению. Но вообще, вот почему я сказала еще про расхождение методик, потому что резонаторы, маска, СЧН, вот это все здорово, да, но есть еще мнение, что вообще никакого сфинктера там нет. Ничего там не сокращается именно так, как сфинктер. И работают констрикторы глотки. В любом случае, кто бы что ни говорил, какую бы методику ты ни выбрал, там резонаторы, маска, СЧН, преддверие гортани, констрикторы глотки. Главное делать это безопасно для своего голоса. А называть это по сути своей, ну, наверное, может и грубо прозвучит, но можно как хочешь, если ты, конечно, не какой-нибудь там научный сотрудник. Упражнение на вызов твенга. Алло, алло, твенг, вызов, прием, как слышно? Чтобы понять принцип этого звукоизвлечения, нужно отбросить весь свой вокальный опыт, сколько бы там его ни было, весь свой багаж, и просто покривляться от души. Это я и предлагаю сейчас сделать. Давай для начала изобразим капризного ребенка. Нееет, нет, я не пойду. Сначала я не пойду на улицу, потом я не пойду домой. Вот это просто классическая мамская история. Нееет, неееет, неееет, неееет. Сделали все дружно, и я просто услышала с каждой точки земного шара вот это не. Это моя доча. Она всегда так говорит. Всегда так. Сначала мы не можем уехать, потом мы не можем приехать. Нееет. Следующее упражнение на вызов твенга. Барашек или козленок. Бекаем-мекаем, прям дружно. Ме-ме-ме-ме-ме. И прям максимально звонко, как в мультиках. Прям берем мультяшных персонажей и передразниваем их. Третий пункт. Ведьма. Хихикаем. Следующий пример упражнения. Уточка. И последний. Очень прикольный пример и очень актуальный для приближающегося лета. Комар. Представь, что он летает возле твоего уха. А ты ему в ответ. Подключай воображение. Представляй себя мультяшным персонажем. Ну или актером озвучания, который озвучивает этого самого мультяшного персонажа. Твоя задача поймать собственные ощущения и запомнить их, зафиксировать. И вот после того, как ты найдешь этот звук, ты можешь уже применять в какие-то распевки. Можешь даже сам придумывать эти распевки. Не обязательно там брать откуда-то из интернетов. Подключай воображение. Самые такие стандартные распевки для твенга это НЕ, НЯ, НЕЙ, ГЯ и ГА. Но на ГЯ выше язык, выше гортань. ГА опционально. Ну и последовательность, типа как в распевках Брэда Мэйнинга, Сета Рикса, опять же гуглим. Все в интернетах уже давно есть. А теперь вернемся к принципам, которые лежат в основе моей методики. Как помогает твенг с точки зрения безопасности? Вероятно, мой дорогой дракон, ты уже понимаешь, что чтобы петь и орать громко, прям кричать, орать дурниной фактически не нужно. Ну и перенапрягать связки, вот это вспоминаем, да, типа орать, петь на связках, вот это все. Кстати, про это у меня есть видос на моем YouTube-канале, такой еще старенький видос, еще в прошлой студии. Кстати, вы заценили вообще мои новые стены, да? Пожалуйста, напишите в комментариях, что поздравляем тебя с новыми локациями. Пока еще, может быть, немножко пустоватыми, но мы все заполним. Так вот, что касается поешь-орешь на связках, это все вот там, в том видосе. Я ссылки оставлю, чтобы мы сейчас не затрагивали эту тему. Из-за излишней смыкательной работы у вокалиста может возникать. Да и возникает, почему может, боль, страдания, дискомфорт, там, депрессия, нужно подчеркнуть. И мы в наших силах не допустить этого. Мы перераспределяем работу между структурами, то есть мы не вывозим все на голосовых связках. Да, мы там можем, конечно, поддать по связочному давлению и все такое, но мы же можем работать ими адекватно и при этом сокращать, пусть будет в контексте данного видео, преддверие гортани. А если еще и анкировку подключить, то это будет вообще, особенно для экстрим-вокала. Анкировка, ну то есть это работа тела, там, вот эти вот все истории, когда там нога на монитор, там, когда голова задирается, либо опускается. Вот эти все злые звуки. Что же касается эстетики. Пожалуйста, не пугайся того, что звук такой, ну типа противный, хе-хе-хе-хе, ну чего там, похихикали, там, ме-ме, вот это поделали. Мы же делаем это утрированно, то есть специально на максималках, чтобы потом в песнях применять это дозированно. Ну типа, такая метафора. Мы это делаем на, пусть не на 100, пусть на 80, на 90 процентов, а в песне нам нужно применять это на 20, на 30 процентов. Если мы это делаем на 80, если мы умеем больше, то мы сможем и меньше. А если мы всегда делаем максимум на 20, на 30, то мы не сможем 20, 30 делать 40 и 50. Это же песни, там же эмоции, там же ноты, там артикуляция в конце концов. Ну и конечно, если ты поешь какие-нибудь там кантри народные, да, песни, треки, то тебе понадобится такое сокращение преддверия гортани, чтобы было прям максимально звонко. А если ты тренируешь на 20, 30, ну как бы, этого просто не будет. Но мы всегда выбираем звук, положение структур, исходя из результата, и погнали опять по этому кругу. И это в том числе зависит от жанра, от стиля, в котором ты исполняешь. Например, вот здесь твенг использован на максимум. А вот в следующем примере ты как раз можешь услышать вот эти 20%, то есть меньшее сокращение СЧН, преддверия гортани. Как ты уже мог заметить, каждый исполнитель использует то количество твенга, которое ему нужно. А сколько нужно тебе? Давай поговорим о видах твенга. Их выделяют несколько. Первый. Назальный твенг, nasal твенг. То есть звук у нас идет в нос, благодаря тому, что мягкое небо опускается, ну и такой прям назализированный во всех смыслах звук. Очень звонкий. И мы делаем носовой тест. Слышим, да, что звук частично пропадает, значит звук идет через нос. Далее, oral твенг. То же самое, только без... Без вот этого носа. Звук идет через рот. Звонкий. Утрированный. Максимальный. И разновидность oral твенга это side твенг. Про него не так много информации, но тем не менее считаю нужным сказать о нем, что он существует. Он там используется в мюзиклах, в опере, насколько я слышала. И он есть. Он просто есть. И еще одна разновидность твенга это ring. О, это просто открытие моего последнего, наверное, вокального года. Потому что это настолько крутая тема и для чистого, и для экстрим вокала, что вау. Ну, об этом чуть позже. Итак, назальный твенг подразумевает, что мы опускаем мягкое небо. Мягкое небо находим, хрюкаем. Похрюкали, нашли там хлюпа еще такая история. Вот, вот здесь. И мы его опускаем. То есть мы сначала можем поговорить даже просто с назализацией, и потом немножко озвончить это все. И попеть так. Какую-нибудь песню. Не обязательно такую прям назализированную, но просто утрированно. С днем рождения тебя! Орал твенг. Все то же самое, но только мы без назализации это делаем. Эй! С днем рождения тебя! Делаем носовой тест. Эй! Ничего не происходит, звук не меняется, значит, звук идет полностью через рот. Орал твенг. Поэтому он так и называется, да, оральный твенг. Ну и ринг. Что здесь такое? В чем отличие? Нейзл твенг, орал твенг подразумевает, что у нас происходит сокращение вот так прям. То есть задних и передних стенок все, вот так. Становится узко. При ринге... И-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Задние стенки широкие, раскрытые, все здорово. Передние стенки сокращаются благодаря р-р-движению языка и надгортанника. Кстати, вот такое р-р-положение языка еще ранее в Estill Voice называли сжатый язык. Какое-то я еще название слышала в другой методике. Но тут опять же, вот кто как называет, да, главное понимать, как это делать безопасно, для чего это вообще нужно, да, какая область применения. Дональд Трамп, американский акцент. Вот прям с американским акцентом, если поговорить, это будет вот такой ринг. Такое, если не слишком прям утрированное, то афроамериканское звучание, да. I put a spell on you, 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 because you're mine. Шакира, Шурат и еще Фугачева, естественно. Я люблю тебя за слез! И вот мы подобрались к вишенке на нашем торте вокальном, экстремальном. Я уже прям веду к этому. В общем, для чего нам нужен твенг не только в чистом, но и в экстремальном вокале? Сейчас расскажу. Вот здесь прям хочется упор сделать на ринг, потому что ринг это реально основа экстрим-вокала. Вот прям хотите классный экстрим, изучайте ринг. Прям ходите, делайте вот этот звук, вот прям разговаривайте, там звонят вам просто родственники, там и так далее. Прям говорите. Скажите, у меня такое задание от моего препода по вокалу. Вот хочу, хочу так поговорить, хочу отследить, что после этого движения мышечного у меня поменяется в моем голосе, да. В моем чистом звукоизвлечении, в моем экстремальном. Как я уже говорила ранее, при ринге задние стенки у нас широкие, да, и передние только сужаются. При nasal oral, там сайд твенге происходит вот такое прям сужение. И в экстрим-вокале это не всегда нужно, потому что экстрим-вокал это и так сужение, это и так компрессия в области вестибулярного отдела, там где у нас ложные, где у нас хрящи. То есть, представляете, узко-узко-узко, все, перемкнуло. Если у нас задние стенки широкие, здесь происходит сужение, то есть звонкость, да, есть обогащение голоса частотами. И при этом мы все делаем безопасно и сбалансированно. А вот такое вот сильное сужение, то есть прям истинный nasal oral twang, он может привести просто, ну, к страданиям, боли, дискомфорту и депрессии у вокалиста. Хотя на самом деле в этом ничего смешного нет, потому что вокалисты реально пытаются через какие-то вот такие вот звуки лютые порой выйти, и это вообще заканчивается очень плохо. И вот эта тема ринга, почему я сказала, что это прям открытие последнего года моей вокальной жизни? Потому что у меня не получались многие песни в плане чистого. Я думаю, я ей вроде бы произношение оттачиваю, да и вообще тут все, что не так, что не сходится? Я начинаю просто петь без всяких знаний, все отбросив. И потом я узнаю про ринг и понимаю, что я там ринговала, я все делала правильно, интуитивно. Просто сейчас уже этот пазл сложился. В экстриме также, как только начинаешь чувствовать свободу, какую-то звукоизвеличение, думаешь, как ты это делаешь? Ну, твенг, твенг там есть наверняка, да, там есть ринг, именно ринг. И потом я стала наблюдать за разными вокалистами в чистом вокале, в экстрим-вокале, и поняла, что так, блин, все используют ринг. Вот просто все техничные классно звучащие вокалисты используют ринг, сами того не подозревая. Вот, все, как Троцкий пошла с трибуны вещать. Вы не подозреваете, но вы используете ринг. Вот реально сейчас просто понаблюдайте за своим вокалом, чистым экстремальным. Ведь многие рингуют. Я когда им просто говорю, так это ринг. Что вау, круто там. И начинаются такие вообще метаворфозы в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, сегодня мы рассмотрели такую достаточно объемную, на мой взгляд, ну, я постаралась максимально вообще кратко пробежаться по поверхностям, объемную, очень важную и очень звонкую, очень классную тему. Тему твенга. Твенга. Обязательно пиши имена вокалистов, которые используют твенг. Причем разные виды. Теперь ты уже знаешь, что бывают разные, да, там вопросы есть по сайт твенгу, но тем не менее, ринг, нейзал, орел, это все можно писать там. Вот, этот там мой любимый, юзай то-то, то-то, и теперь я тоже так хочу. В общем, давай всю обратную связь в комментариях, а также пожелания, предложения, аргументы, все, что накипело, наболело, все, что идет от души, абсолютно. Ну, а также подписывайся в социальных сетях, подписывайся на этот канал, ставь лайк, помогай продвижению этого видео, делись с друзьями, мамами, папами, бабушками, дедушками, детьми. В конце концов, дети очень классно, кстати, делают твенг, вот-вот-вот, еще про детей я забыла сказать. Ну, видимо, еще будет какая-то вторая часть, возможно, на основе комментариев, будет еще догонять какими-то инсайтами. И что, желаю всем классных расщепов, классных звуков, делайте все безопасно для своего голоса, друзья мои. Все, металлмама, пока-пока, на такой романтичной ноте завершаю. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!